Сейчас мы находимся в прекрасном месте, которое называется Каравансары, город Туркистан. Наши узбеки отличаются по менталитету? Корейцы же отличаются? Наши узбеки отличаются от узбеков из Узбекистана? У тебя лицо как будто единственный пункт приема, который, знаешь, это металлолома. У тебя лицо было? Что? Пункт приема? Молодежь развлекает себя как может здесь. Есть же вот эти суетологи? Не знаю, вообще предприниматель где более. Ну, потому что тренд по иншайфу эти модно выглядят. Австагельта. Ребята, всем привет. Это Долода подкаст. Очень холодно. Сразу говорю вам. Мы будем сидеть вот так вот в шапочках, максимально утепленные. Сейчас мы находимся в прекрасном месте, которое называется Каравансары. Город Туркистан. Второй выпуск этого города. Ну, заметил, там называется Каравансарай, но местное называется Кирюин Сарай. Ну, это казахшо-дурское. Караван, Кирюин, брат, одно и то же. Это как все Хаггис называют, памперс, да? Нет. Нет? Это просто одно слово. Я думаю, было чуть-чуть глупым решением, конечно, не поехать летом по городам, а поехать, когда наступила зима. Ну, вот, life is life, как говорится, как говорил Жак Фреско. Ну, ладно. Спасибо большое. Четыре. Нага. Выражаем благодарность отелю Rixos, Туркистан, за теплый прием, за то, что мы разместились. Вчера, после выпуска первого, который мы снимали, сходили в спа, погрелись. Ну, Назь не ходил. Ну, я не ходил. Да, мы с пацанами, с операторской группой, со всеми продюсерами, все вместе сходили. Было круто. Спасибо им большое за это. И, ну, конечно, прекрасному месту под названием Караван-Сарай, Кирюин-Сарай. Люкин Рахмет, за локацию. Тут реально красиво, мне нравится. У меня, в принципе, как мы приехали вчера, ощущение, как будто мы не в Казахстане. Ну, в Казахстане и не в Казахстане. Да, мы ехали на такси, и я думал, блин, как мне оплатить? Так на лжок, и так сижу, что-то парись, короче. Угу. И он мне говорит, перевод пенджересосай. Я такой, блин, мы же в Казахстане, это ковес удобно. И тут, наверное, пока из-за того, что чуть холодно, народу не так много, но в целом есть прям туристы. Батстангов, Келедыкин, Адамдар. Приезжают. Багатый трюкторный городок. Мне напоминает отель Land of Legends, есть такой отель в Турции. Чем-то похож. Я не был в Land of Legends, я был в Мир Фантазия. Ну, примерно, салвэ. Знаю, что вечером здесь устраиваются всякие шоу интересные. А, кстати, видел вчера, когда мы кушать шли вечером, здесь вот прям на фонтане что-то какое-то огненное шоу. Аватар как Саган там было, да. Там чувак вот так делал и типа фонтан. Ну, прикольно. В общем, было интересно. Я вот все думаю, вот пока мы шли сюда снимать, мне было интересно, какие люди нам сегодня встретятся, кто сюда сядет, на этот стул, получит тысячу тенге за участие, расскажет. Интересно, это будут жители Туркестана или приезжие, и какой у них настрой, что они думают об этом городе. Но мне нравится, знаешь, что мне здесь понравилось? Что-то такое восточный колорит, наш именно, наш. Здесь чувствуется. Казахстанско-восточный, да? И хочется приехать сюда через года три или пять лет, чтобы вообще много всего, чтобы движняк был здесь жесткий, короче. На каждом шагу вот эти вот груши для битвы. И не только. Нет, просто движняка хочется больше. Пока чуть-чуть пустовато, и хотелось бы это исправить. Но я, честно, сегодня хочу, чтобы вот простые люди были. Ну, вот вчера мы в библиотеке были, и вот... Да, да, да. Подставить библиотеку очень много умных людей. Я просто хочу... Вчера особо не болтал, заметил. Быть хочется узнать, мне тоже интересно. Окей. Это не знаю. Добрый день. На городе. Прошло, так почему. Да? Нет. Вчера есть. Вчера, я здесь. Я учился в Тверкестан. Вчера你好. Я учился в Тверкестан. Вы были в Туркстане, да? Да, я в Туркстане. Что? Туркстане, люди и другие казахстанцы? Какие интересы? Если мы говорим в Туркстане, то мы говорим в Туркстане. Как мы говорим в Туркстане? Да, я не знаю! Что вы говорите в Туркстане? Есть и в Туркстане. Вы говорите, пожалуйста. Все отец, что очень нравится. Что ж? Что касается Туркстана? Это значит Менталитет. Какие вопросы? Мы очень многое из Узбеки. И мы очень многое из Узбеки. Мы очень многое из Узбеки. Это казахский, узбекский. Узбеки? Нет. Но... Узбеки, гапараску. Например, тамақ, салт дәстір. Какие? Узбеки? Узбеки? Узбеки. Узбеки. Узбеки бешен салт. Узбеки. Узбеки. Яич济. Узбеки. Не грубо. Как сказать? Узбеки? Олег. Я не говорю, что там, что там немецелет. Мы учатся со мной. Мы учатся со мной. — Да, да. Где у тебя было? — Мы у нас тоже знаем, что там много русских, например, о том, что говорят, о том, что там говорят о русском, о том кто-то говорит о русском. — Турксионерские начинают люди русские. Они называют «примой этаж», да? — Да, помню говорит о русских языках, да? — Ахтагед 가? Ага, нет, я не знаю. Я хочу говорить, что я могу? Они сразу наглые. Поехали, но я не знаю. Я не знаю. Я знаю, как вы? Как вы? Охар. Это был в Казахстане, который был в Казахстане. Что вы знаете, как ты был в Казахстане? Я не знаю, что вы думаете, Мы сейчас в Катаре и в Катаре, в Катаре. Мы сейчас в Катаре. Мы сейчас в Катаре. Например? Где ты в Туркестане? В Туркестане. Примерно. Ты не знаешь, что ты говоришь? В детали. В углу. В углу. В углу. Это не пэн. В интернете. Я не знаю, что ты говоришь. Есть. Есть. Да, есть. Я не gh這是. Я не пulla. А почему вы говорите? Мне не нравится. Вы не думаете, что музыканты есть? Музыканты нет скрипта. Да. Найти ван. Найти ван, да. Я не понимаю. Зачем я не знаю? Нет. Илинингservice. Что вы не знаете? Я не знаю. Нет. Я не знаю. Я не знаю. Вы что любите? Я не знаю. Вы можетеholить прессию?! Нет, это будет. Бала уже нет. Какие хобби? Мы читаем фарап китап ханасы. Мы читаем подкасты. Какие подкасты? Например, Нуржан Еркенул. Мы читаем подкасты. Мы читаем его. Мы читаем его психологию. Мы читаем его. Мы читаем его. Мы читаем его. Хорошо. Например, вы прошли в Туркстане. В 3 лет назад, Туркстане очень рады. Но, например, вы помените уровень жизни? В Туркстане. В Туркстане? В Туркстане? В Туркстане. В Туркстане? В Туркстане? В Туркстане? В Туркстане? В Туркстане? Какой пример? Например, в Казахстане университеты у нас есть у Казахстан университет, у которых студенты, у которых учили и учили в Казахстане. И вот у Казахстане к каравансарайу, он также учил документацию, и у нас есть у Туркестана в том, что в Казахстане у Рухани, из Казахстана Казахстана, Я говорю, что это коллаборация. Да, да, да. Но ты не турки, а не турки, а турки. Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан. Как вы говорите? Узбекистан, Туркменистан. Кыргызстан. У меня есть факторы. Назим, я не могу говорить. Я не могу говорить. Я не могу говорить. Я не могу говорить. В алфавите, я не знаю, а потом я учу. У меня есть факторы. Например, казахи, есмь, жангыр, тавкей, они в Туркменистане. Я говорю, что в Туркменистане в Туркменистане, есть первая related кем-то, как первая обладательная. Например, в Туркменистане в Туркменистане, я имею в виду три. Второй, понимаете? для вашего мастера? Уже большая каравансарай. Это номер один. Каравансарай? Нет, это Мавзолий. Мавзолий – первый раз, да? Да, первый раз. И тогда мы с вами каравансарай. Ага, ага, ага. Ага. Ага, ага. Это было, это был дизайнов. Ага, а как ты, как ты? Я не знаю. Примерно. Груб? Примерно... 150-160 тысяч. 200 тысяч. 200 тысяч? А в большинстве, каких стран страны? В большинстве, в Узбеке. В Узбеке. Что у нас есть? Как ты? Мы не говорим в Узбеке. У нас есть много. Узбекисты, у нас много базар. Узбекисты, в Узбекисты, у нас много. Узбекисты, у нас много. Сколько ты? В Туркестане, у нас есть много? Какая то? Максимум. Эта капитация? Максимум. Примерно, 500 тысяч, аж тетен шарте более кай зуду сын и конча жилу сын так он умеет шлаки он он бешу он умеет жил анус не мне кажется где-то екш миллион был перед и их миллион его лиме и прогнозом сундуй рахмет сгега ухар в этих сухпат полда так меня зовут абдуллах как я сказал так мне 19 учусь на программиста в алмате пока что про себя больше думаю нечего рассказывать обычный подросток а чё ты здесь делаешь в туркистане сегодня ну я здесь живу вообще я здесь живу научусь в алмате а в каком университете ну в сду как мы классно с тобой отреагировали пробки да болт на роде страшно онлайн выбор отказываешь или он в общаге в жаташке да ну формально сейчас вообще он оффлайн не онлайн первый курс был онлайн но я взял в этом году академ потому что ну как-то обстоятельства семейные такие на программиста да ты вообще учишь да на программист но в принципе у вас у программистов можно и не учиться почему ну нет но в плане не обязательно получать какое-то профильное образование нужно в университете можно и в интернете все выучить то попробуй ну в интернете тяжело брат у меня братишка так и сделал брат ну университет не прям такой крутое ему образование дал и он на третьем курсе пошел работать и сам на третьем брат ну базу получил по львов база аналогер фаундэшн недо ну думаю университет работает такое вот например система по системе вот человек должен определенное задание сделать если ему за некоторое время данные ему не сделает определенное задание допустим не выучит один язык программирования то ну ему зачет вывод или не выдадут вообще зачет везде так но дисциплина ты имеешь да дисциплина а если ты сам учишь то ну ты вообще свободен и может растянуться срок обучения так сказать ну вижу как программист мысли он мыслит правильно я с ним согласен вот все кто смотрит не надо бросать универ если вы сто процент не уверены что у вас обеспечено ваше будущее так продолжайте учитесь набирайте знаний все равно академ среда она помогает тебе развиваться правильно правило плане дворкинга это ясен джип ходин дакшкин кишер восемь не то что дипу на на шайна мать стану умен кишер восемь не больше так не буду ты кто по национальности я по национальности узбек вообще узбеков туркестане много да вот девочка раздосе дело рассказывал об этом примерно население какое соотношение ну соотношение думаю ну 35 процентов 30-35 процентов узбеки в туркестане но не так что половина или там 70 процентов и да не конечно понял а как давно ты здесь ты родился здесь я родился в узбекистане в ташкенте на когда еще мне еще год не исполнился мы переехали сюда можно сказать всю осознанную жизнь свою ты провел здесь да а вот узбеки на я сам ну очень близок с узбеками да там и пекарня был 2017 и там когда отцу помогал там по работе да и там вот отец там там наряд такой ташкентский называет и там вот очень много узбеков но они все из узбекистана и я в принципе знаком с менталом узбеков с узбекистана вот наши узбеки отличаются вот по менталитету одевать на корейцы же отличаются да 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 наши корейцы наши узбеки отличаются от узбеков с узбекистана но если наш узбек пойдет узбекистан то ему скажут что он казах но признаю не признание но типа во-первых вообще по культуре немного не схожи потому что столько лет здесь а во вторых сам язык не так похож он немного чуть-чуть грубее да ну скажем да грубее не там с антижанским чуть-чуть искреннее скажем так здесь ах молодец ма-ла-дес а как вообще живется узбеком в туркестане вот просто такой прямой вопрос ну за всех узбеков сказать не могу конечно но думаю нормально почему потому что здесь у всех ну формально есть работа допустим ну кто-то учится кто-то работает как и другим живется так и узбеком живется да не еще позаметь просто что позитивно в общем целом относится партнерские обскал отношении чувствуется есть такое в эти коллега коллега коллеги смотри а помимо мы уже со всеми почти обсудили тут очень много красивых достопримечательностей можно сходить туда-сюда помимо вот новых построенных какие места можно здесь посетить но в части урбанистики думаю туркестан не очень подходит но кроме тех мест которые вот только что новые построенного и например смотри мы я был в ташкенте да мы там съездили на базар чорсу типа самый крупный там рынок да правильно или ошибаюсь ну да да и пошли там прикольно там типа атмосферно но в целом зеленый базар сях прям кардинально такого что-то не увидел я но в целом был такой базар город колорит колорит типа да а здесь чем можно помимо зданий может на базар какой-нибудь или там ну вообще из ну сохранившихся зданий из древних есть же до вокзал туркестанский он советского союза остался и его не ремонтировали ремонтировали как раз таки но ну не так изуродовали скажем а ну есть к примеру турки не он правильно говорит смотри извини что перебил не изуродовали он имеет ввиду не сделали слишком современным да сохранили тут да отманили чуть-чуть в этом кайф но там не особо много людей а есть вот к примеру такой ну например в шимкенте есть вот типа вот квас который все пьют шашлык еще популярен не знаю дать мне на шашлык это жалпа в принципе но там есть вот определенный квас который все пьют все приходят там если в шимкентом приехал то едет квас попить почему-то он какой-то какой-то магический там и в алмате допустим это ну кухту беда место где вот все сразу место скопления здесь вот помимо там караван сарая там мавзолей и так далее есть вот что-то именно туркестанская где вот сами туркестанцы там чилят но в этих местах ну скорее таких мест нету там именно туркестанцы что вы видите чаха надо какая там что-то такое а может быть есть какое-то место или кафешка она может быть маленькая не популярны но там капец вкуса ну скажем так в плане обслуживания туркестану еще очень далеко но те что здесь места там думаю что работе нанимают не из туркестана из других мест или специально обученных тоже живущих в туркестане но специально обучены смотри у меня есть вот факты которые нам сценаристы написали туркестан является столицей казахского ханства в шестнадцатом восемнадцатом веках как ты думаешь если бы туркестан стал столицей казахстана сейчас чтоб поменялось резко прикинь говорят все теперь туркестан это наша столица не облацентра в вашингтон ну во первых если перенесут столицу из но султана в туркестан то это будет прям очень хорошо по моему мнению потому что ну здесь во первых самую первую очередь это ну погода скажем так но она слишком жаркая летом но думаю что если с урбанистикой неплохо поработать то это во первых во вторых здесь строить здание будет будет намного легче потому что в астане чтобы построить например ну не знаю там стоэтажное здание допустим к примеру да ему нужно будет откапывать землю и стоит сначала фундамент на несколько метров а потом строить уже здание само а здесь такого не нужно я хочу извиниться брат но у меня прикольно как-то углубленно знаю стройку стройки именно да ну вот постройки ты прям так смакует не у не спали строки но урбанистика мне интересно сама по себе ну не ну ты просто говоришь там нужно жить там и так далее то примерно я например не знаю я думаю типа ну холод единственный минус это но рабочим холодно да а тут и это это всего лишь один пример потому что в первую очередь столица строится ну не пустая же она строится здание в первую очередь и думаю что это один из самых важных факторов поэтому я именно этот пример пример и привел данный пошутил брат не обиделся нет есть такое выражение что туркестан такая колыбель тюркской цивилизации это ощущается в плане поведения думаю в плане культуры до ощущается а как это ощущать ну для этого чтобы это ощущать вам нужно будет ощутить вам нужно будет здесь побывать ну как минимум год или два а потом резко уехать в алмату допустим да и тогда вы сразу почувствуете что здесь не так относятся к своей культуре что ли более у подобрать более уважительно да нет я я не планирую алмате плохо или в алмате лучше нет не лучше здесь лучше думает меньше меньше до меньше больше не вот даже вот сейчас то что мы сидим например обсуждаем казах узбек уйгур сидим это по идее олицетворение той самой колыбели тюркской цивилизации мы встретились героин сарае туркестан это столица по идее но духовное можно так сказать и это было очень я считаю дальновидно и верно вообще построенный шаг был со стороны нашего правительства там первого президента все его команды потому что на самом деле как много людей над над этим работала я просто представляю конча мадам я был часа дубу асар как у нас было есть такое понятие казах да и я после туркестана знаете у меня появилась мечта что мне напомнилось как с астаной было там давно также жаблоппер кометис туркестан сделали сейчас туркестан нифигово так сделаем короче потом возьмем и ахтал нифигово сделаем потом возьмем короче и павлодар нифигово сделаем прям джаблоппермс потом ахтубе и вот так все короче города офигенно и мы будем так как штаты короче у нее же каждый штат очень сильный типа там калифорния 10 там вот техас 10 что довер мне кого сейчас нурлан каймбай вселился чуть-чуть чувствую он же так любит рассказывать знаешь я прям дух патриотизма сейчас я так классно рассказывать что я начал представлять это все я просто я после туркестана понял а так же пойди можно жакаться мне просто всегда не совсем нравилось что у нас типа алматы астана качает то мне например дедушка вообще все предки с балхаша туда едешь но балхаш там реально сейчас так себе у города его тоже нужно к офигенно взял там алхаш ты вообще по идее природа вообще там тигры были пацаны вы знаете я вчера об этом узнал ты знал что балхаша ты бываешь и балхаша нет я не был озеро классно но там есть завод вообще что-то надо с этим делать вообще остальные все города нам надо улучшать ну да но улучшение приходит постепенно поэтому нужно будет подождать да согласен лучше сначала туркистан а потом делать поэтапно просто что вот 1 2 3 еще там писал там там хотя бы ближайшие 10 лет 10 городов мы должны раскачать но у нас сколько крупных городов вот сколько вот ну караганда например огромный город мнение крупно булганда это не типа вот ближе к миллиона вот от 300 до 250 тысяч сколько четырнадцать областей шестнадцать а шестнадцать теперь шестна вот шестнадцать больших городов да у нас на шестнадцать городов примерно если по пять лет то за 50 лет я думаю нормально да согласен спасибо тебе большое за участие подкасте сейчас закадываем тебя работа ребята дадут тысячу тенге за участие да да классно а можно еще раз получать дам тебя 2000 тенге дадим как будто ты два раза поучаствовал хорошо ладно а подожди не с последний вопрос бывает там ташкентский плов бывает туркестанский плов добывает да а чем отличие его кушаешь у тебя ему он повышается духовной столице ну у нас особенно поваров ну в отличие от узбекских вот именно говорю про ташкент даже там я много был здесь в туркестане состав немного другой что ли но вкус определенный отличается и у них есть сам сам да сам уникальный такой вкус есть здесь здесь них за счет чего я добавляю я не знаю я не знаю как у спанчбоба с его бургерами но это это делают те повара которые вот ну у нас же в туркестане разве так ну всех приглашать там не знаю там когда той там с утра всем разуют плов вот а вот те что они готовят на махале да да на махале вот именно чуть значит махале это жертв короче ну район был район типа татарка зерта это махаля 1 аэродромная другая махаля заре всток другая на понял понял так вот у махали есть определенный повар вот у каждой махали даже по бахром океана да какой-нибудь соревнуются какой-то рекламе фэйри ладно зила рыбу было большим их уже вся махаля знает им не нужно соревноваться ставка закончится потом номер беля сангума и маэль его меня зовут гульжан я работаю в библиотеке фарап я методист а вот вчера бюлите где мы были да все вы были в маске просто вы хотели получать вы не успели да я не успела а это вы были вчера да а все просто бюлжан хотел поучаствовать но не успела потому что мы уже заканчивали и вот как раз мы сказали мы завтра будем снимать кировин сарай вы подошли расскажите как давно вы в туркестане я в туркестане третий месяц вообще вы откуда я шумкента наша библиотека переехала в туркестан и мы а это не новая библиотека это нет ол шумкент каласында гыжи журма жылдық тарихы вар пушкин китапханасы месса мебель мебмон пушкин китапханасы шумкент түн ең алғашқы кала соғылған кездегі гимараттарын бірі китапханаларын бірі ол шумкент китапхана сол китапхана областық адистемель корталық бізде түркестанда 394 китапхананың біз адистемель корталығымыз сол китапхана түркестанға көшіп келді жаңа ғимаратқа бүл китаптар мен бәрмен ба жарты қор мен көшіп келді жартысыны шумкентке тастап кетті қалдырды шумкент nee шумкент мен киңятндөен қалдырды жаңа нашында шумкент short factors күшкент ең алғашқа түріній к child қалдыра қалдырды асады мәдертерiguost адам campus қалдырдың қалдыры дөрат келіңбәртетárioд мәріру құрхүн мен кедгі Penкінен бәрде барады иос sadness бересін күшкин тамп қамалдырды А в Туркстане это официально фараб был в Казараус. Получается, я фарабская уже. Царица фарабская. Я теперь уже фарабская, не пушкинская. А в Шымкентке я местная, где в Кремголь. Все, братан. Все, все, братан. Фараб Китапханасы в Кремголь. Например, он в Шымкенте. Модернизация. Модернизация подразумевает какие-то улучшения. Фараб Китапханасы в Кремголь. Полный автоматизированный. Получается, что в Кремголье есть. Читатель Келета. И есть пункт приема. В Кремголье есть. В Кремголье есть. И все лицо как будто единственный пункт приема, который знаешь, это металлолома. У тебя лицо было? Что? Пункт приема? Пункт приема книги. В Кремголье есть. В Кремголье есть. Челлифт только им плазма-бармон, да? Я вот знал, что ты похожи? Не девай тадакин, но, кстати, более утром. Ну, вы же знаете, да, как работает лифт? Мы должны были вот так микрофон вытащить и кинуть его. А ну, лифт в сне, там, гномы что-то на великах крутят. В первом выпуске у нас. Ну, конечно, а как же по-другому? Сразу видно южанка, да? Срыв пермит, прикол. У южан вот лишь бы вот это вот. Это классно. Смотрите, у меня есть несколько фактов, которые написали наши сценаристы. Давайте я прочитаю, мы подискутируем, подумаем насчет них. Например, смотрите. В последнее время в Туркестане визитируют очень много. Это как-то на вас повлияло лично? И, в общем, как относятся местные жители Туркестана? Вот. Химаратар салнотр? Химаратар – это классно. А вот их жизнь как поменялась? Самих жителей? Вы, может, шумкентне келев, как со стороны что-то видите? Я думаю, в лучшую сторону. Они сами так говорят. Да? Да. Таксиде жюремыз жеркликты халықпен көп араласамыз көказыр. Жақсы сырттан адамдар келген кезде, таксиде жеркликты халықпен келген 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 келген. Таксиде жеркликты. Тамықпен келген 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 Это не нужно строить Туркистан. Как вы говорите, Туркистан? Как вы говорите? Вы говорите, что Астана не будет. Что вы говорите? Астана сейчас я не знаю. Я уже вижу. Я не знаю, астана, не знаю. А Туркистан, да? Мы пришли к Туркистану. Мы пришли к Азери Султану, Кожа Хмитя Сойкиси. Мы пришли к Туркистану. Мы пришли к Туркаману. ... Как вы говорите? Почему ты говоришь, нет? Она ведет и крутит. Но они уезжают. Как мне странно, брат, что я это говорил, В этом году я уже курила туркистану. В Туркестан тут пишет. И, соответственно, Аэропорт приемовало на Книгу рекорды. в гиннесу попал как самый быстро построенный аэропорт ты слышал про это? нет, я не слышал я слышал, что он красивый он вот так вот сказал? Шумкентин аэропорт на Карганда Джасрах, да? да и Джангалгуй все-таки ну да, это логично я знаю, что Шумкенте тоже сейчас аэропорт строится, кстати и в Алма-Ате тоже Шумсити, да Джангалгала, да у нас город делится Шумсити и Шумкент what? серьезно, я не знал об этом а в каком живете? в Шумсити или Шумкенте? в Шумсити Даран? я посередине в Шумсити Даран, все время не обязательно шена W в МСД в МСД нет, ну ладно, мы отвлеклись вы подумайте, пока мы с вами можем пообщаться я знаю, что здесь построили стадион но там были какие-то проблемы со стадионом то ли вода была то потоп, то еще что-то не просто, там вот чувак, который вот это строил и стадион строил Барпадрич Косовский не за это я еще знаю ну ладно, тут построили библиотеку построили там гостиницы, еще что-то что бы вы хотели? я, например, думаю, здесь нужно аквапарк построить тут же жарко летом угу или аквапарк, ну да можно рахсад користо? да, конечно что еще можно такое, чтобы завлечь? еще мне, знаете, вот это золотое яйцо там стоит это прикольно мне кажется, нужно еще побольше таких золотую курицу, да? нет что-то такое, что прям запоминается сильно и типа будет, может быть, инстаграмным знаете? ну чтоб, короче, паблик тадан я бы, знаешь, сделал бы здесь же, ну, в принципе, за проделами Туркестана это степь и, ну, горы, по-моему, тоже есть, да? где-то здесь недалеко или далековато далековато да ну или, например, я бы еще, знаете, построил большую текстильную фабрику огромную во-первых, рабочие места во-вторых да, кстати, классная идея во-вторых кстати, это офигенно потому что я два месяца назад был в Кыргызстане и у них, ну, свой пошив очень сильно развит да, да, да и мы поехали на базар Дурдой называется у них базар и в этом Дурдой очень много мусульманской одежды у нас в Алматы не так это много сильно развит у меня жена просто в хиджабе и мы начали, там, смотреть, искать и я думал, там, одно красивое платье стоит вот там жене купить я говорю, сколько оно стоит? она говорит, 800 сон 4 тысячи тенге оно прям, ну, у нас в Алматы оно стоило бы, ну, 20 тысяч из-за того, что у них внутренний текстиль развит то и одежда дешевая и, как бы, и для людей, да, полезно то есть, люди дешевле одеваются, там, экономик как-то, ну, экономичнее становится, да, ну, блин, это, это очень крутая идея а вы как думаете, что бы еще? ну, я не знаю сейчас все строится но пока есть места, где еще не достроили но строится Кириц Киргендерн сделает, наверное, уже с Уилаган на арсиллер уже был Палада и вы тоже подумаете к этому времени, да? да, конечно я бы, знаешь, что я сделал, я бы баги сделал, ну, более-менее, на окраине а, знаешь, да, ну, хотя так, кажется, есть что-то мне кто-то рассказывал да, вот, типа, на багах кататься, типа, в Египте, помнишь? по 40 человек я думаю, крутой интертеймент здесь да, это прикольно вау, круто на обед вот, спасибо большое за участие и вам спасибо вау, да, подкаст я, кстати, Джо Касс смотрю где-то с 2012-го 13-го года, да и да-да-да да даже до того, как мы оставались, да? в 2014-м остались нет в 2013-м? ну, я казалось, что намного раньше ну, примерно в такое время в 2012-м я ходил на фильм в 2012-м, да даже о Джо Касс даже не думал тогда еще его не знал конкретно ну, да, да, мы в 2013-м познакомились да ну, кажется, как будто это было настолько давно тебе кажется, 10 лет мы уже этим занимаемся, да? ну, почти 7 лет мы занимаемся ну, вы сейчас же вроде распались, да? интертеймент да, ох, молодец 16 лет а что ты знаешь про хорeveryшения? ну, ну, давай продажные всякие там да, я что-то не правильно говорю нет нет, О月 в400X скажи да Оля Хаус, да бип-хаус скажи скажи бип-хаус я вообще не, не, не шаривай этих да скажи biss-бип-хаус Vamos бип-хаус olvender inteiro у PSB как будто я его уговариваю чтобы он мне сказал Ну так и есть же. Да. Расскажи про себя. Как тебя зовут? Меня зовут Саид. 20 лет. Я здесь живу и родился в Тручистане. Ты казах? Нет. Ты узбек? Нет. Кто-то выгорит? Ну ладно, я узбек. Нет, скажи, скажи, скажи. Я узбек, я узбек. А почему ты не сказал? Не знаю. Как-то хотел пошутить, но не получилось. Спасибо за честность. Мне нравится этот парень. Ты отсюда учишься здесь? Я здесь учусь, да? На медика. Да, на медика. Четвертый курс. У вас индусов есть в университете? Индусов нет. Были? Не знаю, может были. А если бы были, они бы были? Сколько тебе лет? 20. 20? Да. 4 года. Ты, получается, в 16 поступил, что ли? В 17. А, все, я просто с арифметикой у меня все плохо. Врачом в какой практике ты хочешь потом быть? Вообще у нас все медики, которые выходят сейчас, ну, ближайшие 2-3 года до меня, они все идут на ВОП. Это? Опасный парень. Да, всемирно опасный парень. Абсолютно верно. Парень получается. Он же ВОП, вот, сказал. А, ВОП? ВОП. Врач общей практики. Врач общий врач. Для всех, да? Да. А потом специализируется на чем хочешь. Пластическая операция? Не, это ж трудно и хреново. Хреново? Почему хреново? Ну, по религии в смысле? Менеешь облик людей? Ну, просто не хочется. Это, во-первых, трудно, да, и, во-вторых, это можно... Ну, ты противник этого, да? Да. Не, жестко зарабатывают же. Жестко зарабатывают, но если ты хороший специалист, в любом этом отрасли можно хорошо зарабатывать. Красавчик, правильно говоришь. Мне нравится. Мне нравится ты. Мне нравится ты, да. Не, вот, а ты хочешь... Я хочу, не знаю, вот, хирургии пойти через хирургии, там, офтальмолога, наверное. Окулист. Я понял, понял. Многим говоришь офтальмолог, но не понимают. Меня просто прикольнуло, типа, через хирургию, я, типа, пацаны, говоришь же, мне, короче, академия МВД говорим, короче, через академию МВД соус, про которую я так ломаю. Через мне понравилось это все. Там, зарешаем, типа, через хирургии, я, там, скажу им, там, нейрохирургия керемист, мне нафтальмолог кгетхинды пангет. Каз приказ кутужиндагенцев. Не, я к тому, то, что... Еще 4 года без работы, вот, вот, бесчастно. Приказ кутужиндаген. Не, это не про тебя, как говорят, это, в принципе, про органы. Ага. Насколько я слышал, то, что если учиться на пластических хирургах или вот кардиохирургах, ну, так я... Ну, отрасли, которую я видел только в фильмах, то там обучаются чуть ли не 15 лет. Ну да, это сложно. Очень долго. Расскажи нам про простой быт туркестанцев. Чем она отличается от других? От алматинцев, например. Алматинцев... Ты был же в Алмате? Да, я был. Я 3 месяца там что-то работал. Что-то дел, сам не понял. Да, что-то работал, что-то там мутил. Каждому... Не, в Алмате мне не понравилось то, что это... Ну, это и плюс, и минус. То, что город большой. В отличие от Туркестана. И... Там есть свой вайп, я это то есть почувствовал. И так же тут есть... Вообще, в каждом городе есть свой вайп. Да. И... Здесь какой вайп? Ну, такой... Ну, такой родной. Своё... С войскими. Таблый, да? Такой-такой. Да. Как мамина. Это не объяснить словами, но можно только понять. И... Я здесь, короче, ну, с самого рождения жил. И... За 16... 16 лет где-то, 16-17 лет никаких изменений не бывало в этом городе. Просто... Да ладно, давай-то, да? Вот так же дала. Казахстан, да? Да, брат, любой узбек разговаривает на казахском. Я тебе отвечаю. Сто процентов. Видишь, в обратку просто не работает это. Мы же по-узбекски не говорим. Но, брат, мы же в Казахстане живем. Справедливо. Ты бы жил в узбекистане, ты бы на узбекском шпарил бы. По-любому. По-любому, да. Ага. И вот. И что-то как-то резко Назарбаев какой-то указ дал. И город начал меняться. И это было, ну, очень приятно. То, что вот такие-то изменения проходят у меня на родном городе. Я еще жалел то, что я отсюда не уехал. Ну, потом, ну, так пойдет, да. Пойдет или тебе нравится? Ну, пойдет. Скорее всего. А что нужно добавить, что исправить, как думаешь? Чтобы устало лучше. Менталитет. Заметил? Все об этом говорят. Нет, это так, ну, так глаза бросаются. Это как дрова в глаза. Что можно предпринять, чтобы это избрать? Не знаю, культурное просвещение всего города. Но, знаешь, заметил то, что, ну, я уверен, лет пять назад никто про это не говорил. Типа, ну, мне не нравится менталитет в моем городе. Опять, ну, опять-таки, да, с приходом вот этого всего, вот этого, ну, вот этой крутизны, многие люди начинают задумываться. А если люди начинают задумываться насчет менталитета, то, возможно, я думаю, в скором времени все и поменяется. Это хороший знак, да, типа? Да, это хороший знак. Пять лет назад это никому до дела не было, до Турчестана, да. Вот, 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 я про это и говорю. И вот как-то так еще, ну, почему я про это говорю, потому что вот у нас же много здесь приезжих людей, ну, так, часто приходится контактировать, даже в универе, они такие говорят, ой, что за дикари у нас в городе-то, и что там на русском не разговаривают, и вот такие проблемы в основном говорят. Блин, ну, я что-то вот, мы второй день здесь, я не прочувствовал, что прям дикари девайта мемы. Конечно, мы вчера в сандах пошли. Не, ну, все равно, про таксистер менсульевский, так, там, не знаю. Ну, вот сегодняшний, утром сегодня, хотя, блин, он такой, да, тоже. Он приезжий же был. Ну, да, тоже приезжий был. Как-то так. Айтол, айтол. Не, ну, все, в основном, хорошо, спасибо нашим, ну, акимату государству, да, что такие изменения происходят у нас в городе. Еще кому-нибудь спасибо. Резко он начал ходить, что произошло. Ну, а вдруг, да? Это сигнал посылал? Всякие вертолеты появились. Те, кто послал вообще. Как будто резко ему сигнал пришел, он только сидел. Ну, спасибо. Не, ну, все равно, хорошо. А прикинь, он домой такой приходит, такой, раз кнопку нажимает, у него лицо вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик, открывается. И отсюда маленький человек такой раз, чикс. Инопланетянин, да? Да, да, да. Какие у тебя хобби, чем ты любишь заниматься? Чем, в общем, молодежь увлекается в Туркестане? Чем вы здесь занимаетесь об этом время? Кроме, там, на скейтах и на лонгбордах, это, кроме этого, на скейтах, на лонгбордах никто не касается. Блин, то есть... Молодежь развлекает себя, как может, здесь. Чё-то там... Ну, реже вот эти суетологи. Вот от него это очень аппетитно звучит, да? Молодежь развлекается, как может. Не, например, в Алмату уезжаем на три месяца, там, чё-то мутим. Вот, условно, вечер пятницы. Вы пошли с пацанами в Арстамбаб. Арстамбаб? Ну, это 30 километров от города. Нет, серьезно, фан, интертеймент какой-то. Ну, просто с друзьями собраться и посидеть где-нибудь. Ладно, короче, есть какой-нибудь местный прикол? Вот, типа, например, в Ахтал карточку для банкомат. Называют банкомат. И даже, вот мне пацаны, мы с Артавра рассказывали. Один раз на банкомате было написано, типа, Ахшан Алгангезе банкомат Тумбат Хоманс. Не забудьте банкомат. Это, типа, реально, да? Типа, не угорают. Да, в банк приходят и говорят, мне банкомат надо открыть. Банкомат Ашбинш, ман. Офигеть. Понял? Да, да, да. И вот мы здесь слышали, типа, ну, нам показалось, что зарядку называют зарядчик. Зарядчик Барма? Да, мне зарядчиком. Кстати, действительно так называют, да. В Узбекистане тоже так говорят. Зарядчик. Да. Не зарядка. Не-не, зарядчик говорят. Ну, сколько я... Ты же вообще его называешь? Чарджер, да, брат? Ну, я точно... Или шарджер, да? Шарджер. Или шарджер. Альнасим. Ну, давай быстрей! Есть прикол? Давай быстрей! Нет, нет, нет. Ну, ты чё, чё? Он испугался, брат. Зачем ты ее закупаешь? Да, нет, я не испугался. Вы, кстати, этот... На многих языках, ну, так, нормально шарите, разговариваете, да? Я, главное, знаю твой язык, чувак. Тебе этого должно быть достаточно. Я, кстати, у вас видел в этом... То, что вы комедий-клаб. Когда это было? Месяц назад? Да. Ну, поздравляю, в любом случае. Спасибо. Да. Спасибо. Вообще. Теперь, знаете, после этого комедий-клаба к Беке подходит. Просто мы, когда вылетали, мы, когда вылетали сюда, в Туркестан, в аэропорту подходит мужик, вот, пьяный в дюбель. Ко мне подходит. О, это ж ты. Туда-всюда начинает ходить, потом увидит. Про меня забывает и говорит. Эээ, комедий-клаб! Ээ, комедий-клаб же! Это же комедий-клаб же! Короче, новый прикол у меня сейчас, да. Новый этап жизни. Ээ, вайнер сумасшедший, эээ, вайнер-на! Сейчас, вот. Ээ, комедий-клаб! Ну, я, наверное, не прям так говорю. Ты нет. Ты спокойно, ты меня поздравил. Ты очень хорошо говоришь. Так, как я выиграл, будто бы олимпиаду. Ну, это, по-любому, хорошо же, да? Здесь ты сидел такой, о, этого чувака по телеку показывает. А комедий-клаб это уровень. Спасибо, брат. Да. Уровень, это который замерять, да? Вот он зеленый, такой, там, капелька есть еще. Можно у вас спросить, вот, и у вас, и у вас. А как считаете, ну, хорошо влиять на молодежь или нет? Нет, тикток — это деградация. Это ж полная деградация, да? Если вы постоянно... Но... Там есть хороший момент. Да, есть, безусловно, хороший момент. Они тренды задают. Но оверолл, хорей-юрес, там трэш-контента много. Но есть и нормальные вещи. И он для развития тоже много чего дает. Там, видишь, и две стороны медали есть. Я не могу сказать, что тикток — это плохо. Это и так, и так есть. Знаешь, что я недавно понял насчет тиктока? Это то, что там же реально лента выходит именно только по твоим интересам. То есть у каждого лента, она же уникальна, по сути. Ну да. Есть же такое? И с какой-то точки зрения, когда ты устал после работы и хочешь вот просто позалипать в никуда, тикток делает тебя чуточку счастливее. Почему? Потому что он дает именно те видосы, которые тебе нравятся. Ну вот, видишь, позалипать в никуда — вот это и есть момент деградации. Да, да, да. Когда ты... Как овощи. Спасибо тебе большое. Тебе сейчас за кадром дадут тысячу тенге за участие в подкасте. Спасибо. Да, было бы классно поболтать с тобой. Ты реально крутой. Спасибо. Еще Джуманамат классно читаешь. Да, это было, кстати, сюрпризом. Прямо передо мной сидит Мисан, я такой, что? Классно, что тебя все называют по фамилии, по идее. Мисан, или как называют? Назмакя или как? Назмакя, говори. Назмакя законный. Спасибо. Меня зовут Бексуслтан. Меня зовут Карлгаш. Меня зовут Назим. Сейчас я говорю. Как вы пришли в течение дня? Я приехал сегодня. Вошел. Вы приехали, что вы приехали? В 서울 и приехали. Как вы приехали? Как вы приехали? Да, это было. Керемия, ауэр, соно. И еще все. И еще все. Я при этом работал, и я приезжал в шветочку. Сколько вы летаете? В шветочке. Я приезжал в пенсию. Я приезжал. Когда я пришел, то что вы пришли за шветочку? Я приезжал за швей, я запихал на волосы. Я приезжал на волосы. Потом я приезжал в шветочку, который будет в шветочке. Мы говорили, что мы сняли. Мы сняли, что мы сняли. Когда мы сняли, мы сняли. Но мы сняли, что мы сняли. Что это было? Да, это было. Это было. Да, было. Возвращение туризм. У нас есть? Как ты говоришь? Да, есть. В Казахстане. В Казахстане мы сняли в Астану. Сейчас я уже познакомлюсь. После того, как я его рассказывал, он был в различных тюрьме и на этом времени all the world. Вы же мне говорили, что вот вы, как я сказал, как я сказал, что я инищий, донат. Я инуюсь пыльные, и на следующий момент слышу. Это тоже. Я инуюсь к этому делаю. Зато неожиданно слышно. И когда я говорил, когда ты был в้ан в Турке, то ты был режим пыльного. Но... Что я хочу сказать? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, как ты говоришь. Как хочешь? Мне тоже. Как вы делаете? Как вы делаете пенсию? Пенсию? Я делаю пенсию. Я делаю бизнес. Да, бизнес. В общем, у всех разных периодов. Вы встречаете много в этом времени. Предприниматели? Я не знаю о каком-то детстве. Я не знаю, как вы делаете. На самом деле, какой я делаю? Не знаю. Нет, я делаю это. Я делаю это. Я делаю это. Они оставляют, например, нужно blijфси. Как вы делаете? Я говорю, что мы с предпринимателями говорим, потому что этот тренд очень модно выглядит, и сразу понял, что человек согласится с нами. Да, да. Это было в Казахстане. Мы с вами делаем 30 лет. Да, да. Мы делаем 30 лет. Мы делаем 30 лет. Сейчас я много раз говорю с кем-то. Но я делаю это каждый раз. Какая-то 30 лет. Какая-то в Казахстане? Уже 30 лет, если вы делаете 20 лет, я думаю, что вы делаете. Уже результаты и мы делаете их. Да, да. Какие родители у вас есть? Да, у вас есть 4-5 лет. Я родитель, в Шумкенте, в Туркестане. У меня есть много родителей. Да, я тоже. В Алматы, я говорю, что они много родителей. Да, это не так. У меня есть много родителей. Например, если у тебя 5 родителей, у меня есть много родителей. В 2008 году у меня есть 4 родителей. У меня есть много родителей. Когда я родился младшим братом, моей маме написал документ, мать героиня. Но как это было? В Алматы был один родитель. В Казахстане, в Казахстане, у нас есть менталитет. Если вы говорите в Алматы, даннымотворное улице, я, конечно, егоCry... Вы говорите на 5 names, там часы молодого родителей. Но когда я виделся ее в Алматы, в том числе моего родителей, в ПатKeове, это тогда будет жизненный слов. В Алматы. Pioneer jur Okay. Да. 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 Мы тоже в Сумкенте. Сумкенте. Мы в Сумкенте. Конечно, Сумкентники. В 2018 году, в Назарбайш, он был в Сумкенте. В Сумкентники? Я не могу. Я не могу. Если мы не отвечаем, мы не отвечаем, но мы не отвечаем, но мы отвечаем заnie на что. Потому что мы связываемся с человеком, учитываемся в пляже, вибраемках и власти. А вот так ты же создавал это? Мы говорим в Туркестане, почему? Вы приходите в Туркестане, можно сказать, что... Ну, нет. Есть огромные знания. Есть куча. Есть группа. Где ты отправился на WhatsApp, на желание? Сейчас я иду. Теперь не нужно. Я иду. Ты была салкой, ты была. Мы же с вами делаем группу Пулыскандар. Я не буду заниматься. Я не делаю пара. Мы делаем пара. А ты igual? В общем, вы же шумкент. Вы же, что вы думаете? Вы же менталитеты шумкентны? Или? В разных, разных местах. В разных местах, в разных местах. В разных местах. Но в разных местах, но в разных местах, Ты чувствуешь себя в Туркгстане? Да. Казах Finian? Мы говорим о том, что мы говорим по словам, по словам. У нас есть говорим, оба тела, оба тела. Мы говорим о том, что ты говорим обоих. Мы говорим в Алматы? Мы говорим. Я говорю. Я хочу. Я просто говорю. Я дам, например, о, я хочу, observe, что происходит. Я не могу, например, вы приходите в Ташкенте. Не, нам тоже очень устав. Я не говорю о Ташкенте, но я не говорю о Ташкенте. Да, да. Очень тяжелый, поэтому не надо. А мне нравится этот деда. Как вы дадите? Нет, я не рад. Как вы говорите? Нет. Спасибо. Спасибо вам. безумно pensar в Казах в Казахе я не знаю, что я не знаю я не говорю, что я не знаю и узнаешь, что ты не знаю как, как. В последнюю тивиллер я знаю, что я говорила аж что ты хочешь хочешь Не знаю, что вы не делаете. Например, мы не делаем. Они не делали. Нет, это не делается. Почему? Мы, в Казахстане, у нас есть дети. Мы, в Туркестане, у нас есть много людей, у нас есть дети. Да, это не делается. У меня есть экономика. Да, да. Рахмед, спасибо. Спасибо. И классно, они же в WhatsApp просто потом напишут в группе, покинь мы в подкасте поучаствовали, еще там в лодках. Подкастов в Олне, ооо, там примерно вот такое же. Че ты, извините, перебил? Классно уже так путешествовать. Я бы тоже хотел потом. Не, я говорю, классно видеть таких взрослых, открытых людей. Да, она капец открыта. Мы хотели бы выразить огромную благодарность Рикс из Туркестана за то, что предоставили нам апартаменты. Ну и Кирюэн Сарайу, спасибо. И Кирюэн Сарайу за то, что дали нам эту крутую локацию. И в целом, всем, кто сегодня участвовал, большое спасибо. Мне нравится, что сзади нас происходит прям шоу. Это Кжебек Метулиген, постановка, как я услышал. Прикольно. Я вообще хочу еще посидеть. Давай посидим просто для кадра. Да, давай. Всем спасибо. С вами был Даллада Подкаст. Это был Бек Султан. Это был Назим. Спасибо вам. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пожалуйста, расскажите по-братски друзьям, что такое есть подкаст. Подпишитесь на канал. Особенно жители города Туркестана и, в принципе, города Шимкент. Вы просто обязаны сделать репосты и рассказать всем о том, что вышел такой крутой подкаст. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok